Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко. Сейчас хочу рассказать одну забавную историю из далекого моего прошлого, когда я занимался коммерцией. И вот в одной коммерческой организации вдвоем с одним парнем занимались различными делами. Но все-таки директором там был я, а он был партнером, акционером, ну и так далее. В принципе, мы неплохо с этим моим знакомым ладили. В сущности, он был неплохой человек. И вот однажды он, ну может быть немного смущаясь, обратился ко мне и попросил об одном одолжении. Я понял, почему он смущается, когда он рассказал суть дела. Он попросил меня устроить на работу одну его знакомую. Ну, я, конечно, сразу понял, что это за знакомая. То есть, это подружка вот этого моего партнера. И вот он попросил, возьми, говорит ее, она вроде неплохая. Пусть она там работает и так далее. Ну, что я могу сказать? Отказать, конечно, можно было бы, но уж не настолько я принципиальный человек. Тем более, никакой большой проблемы в этом не было. И вот я нашел соответствующую должность. Ну, а коллектив был очень дружный, спаянный, работящий. Все было отлажено. И там, конечно, кто попало, был не нужен. И вот я ее устроил на определенную должность. Ну, строго-настрого сказал. Слушай, вот я тебя устраиваю. Ну, чтобы я тебя на работе не видел. На работу не приходи. Будешь иногда выполнять поручения некоторые там по подготовке документов. Ну, тебе привезут. Ну, самое главное, говорю, на работу не показывайся. Ну, чтобы коллектив не нервировать. Ну, и так далее. Ну, кое-какую работу я ей подбрасывал. Она там что-то делала. Но, к сожалению, на этом дело не кончилось. Вот тут я пожалел, что я дал слабину, когда взял ее на работу. Вот представьте, вот человеку говорят, сиди дома, получай зарплату. У тебя свободный режим. Ну, что тебе еще нужно? Но ей этого оказалось мало. Как она мне сказала, ей скучно. И она начала ходить на работу. Начала ходить на работу. И это привело к таким последствиям. Она внесла такой сумбург в коллектив, в дружный. Что, я не знаю, это все привело к довольно большим проблемам. Просто ее присутствие на работе было неприемлемо. И, возможно, я бы принял какие-то решительные меры. Ну, уже как-то наметил, что переговорить со своим партнером. Ну, объяснить ему ситуацию. Или он бы с ней поговорил, чтобы она на работе не появлялась. Не раздражала сотрудников. Или как-то я буду вынужден, несмотря на наши очень неплохие отношения и партнерские. Ну, многое она связывала. Я все-таки ее уволю. И вот я уже решил приступить к решению этой проблемы. Но тут ситуация резко изменилась. Изменилась настолько, что, ну, совершенно по другим причинам. Тут уже не до этой девушки было. Были другие нюансы. А произошло следующее. Среди акционеров этой фирмы начались разногласия. И были приняты решения, настолько неприемлемые для моего видения, как нужно организовывать работу. Работала наша организация неплохо. Но, тем не менее, было принято решение, с которым я был категорически не согласен. И я человек простой, недолго думая, подал в отставку и уволился с должности директора и покинул эту организацию. Так что, чем там дело кончилось с этой девушкой, я не знаю. Ну, а я начал заниматься работой самостоятельно и больше ни с какими подобными проблемами не сталкивался. Однако, ту историю до сих пор вспоминаю с улыбкой. Но, действительно, получилось довольно забавно. В сущности, ничего страшного не происходило, чего только в жизни не бывает. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова